В мире заговорили о вспышке обезьяньей оспы. Что это за болезнь такая, давайте разбираться. Я провел свое журналистское расследование и вот что выяснилось. Есть случаи заражения в России, про это я расскажу в самом конце, дождись. Спалось. Да? Это вы так думаете? В 1970 году ею переболели уже многие страны Африки. А сейчас она уже перенеслась на Европу, передается при тесном контакте с больным. Основные симптомы – лихорадка, головная боль, кожные высыпания. На смену ковид в Европу и США пришла обезьяня оспа. Вирус обезьяньей оспы распространяется по США и уже добрался до Нью-Йорка. Из-за появления данного вида вируса власти Нью-Йорка уже закупили 13 миллионов дополнительных доз вакцины. Против данной разновидности оспы. На данный момент этот африканский вирус обнаружили у заболевших в Европе, США и Канаде. Давайте все-таки детальнее разберем и узнаем, какие симптомы этой болезни. Поехали. Заболевание поражает в основном молодых мужчин. Симптомы оспы обычно включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, озноб и увеличение лимфатических узлов. Еще нагнетает очень общественность тикток. Вот какие видео я нашел там. Начинается с 15 мая по 5 июня 2022 года. Начинается с небольшой и необычной вспышки обезьянь и оспы. По сообщениям о 1421 случае и 4 смертельных исходах. Нет прямых показателей международного распространения, но вспышка происходит во время национального праздника с обширными внутренними и международными поездками. Этап 2. 10 января 2023 года. Проходит через 6 месяцев, после чего вирус распространился на 83 страны с 70 миллионами зарегистрированных случаев, в результате которых погибло более 1,3 миллиона человек. Этап 3. 10 мая 2023 года. Произошел через 12 месяцев после первоначальной вспышки, когда было зарегистрировано более 480 миллионов случаев и 27 миллионов погибших во всем мире. То, что вы сейчас услышали, это не фантастический роман, это не теория заговора. И, думаю, вы обратили внимание на точность дат. А что же говорят новости? Давайте узнаем, какие сюжеты делают журналисты про эту болезнь. Число подтвержденных случаев заражения оспы и обезьян составляет около 80. Подозрения вызывают еще 50. Об этом сообщают эксперты ВОЗ. Речь идет о странах, не являющихся эндемичными для этого вируса. В пятницу о первых случаях сообщили Австралия, Бельгия, Германия и Франция. Врачи и политики заявляют, что поводов для паники нет. Считается, что вирус обезьяний оспы нелегко передается от человека к человеку. Но при этом высокой считается возможность передачи при тесных контактах, например, при сексуальных. Специалисты гадают, откуда оспа взялась у людей, никогда не посещавших страны, где можно было бы заразиться. Но вот почему она распространяется, не вопрос. В последнее десятилетие прививок от натуральной оспы почти не делают. Болезнь объявили побежденной еще в 80-м году. А между тем, вакцина от натуральной оспы защитила бы и от обезьяньей. Этот препарат был разработан при поддержке правительства США, в первую очередь для того, чтобы защитить от обычной оспы, если она когда-нибудь вернется или будет использована в качестве биологического оружия. И этот конкретный препарат действует против целого семейства вирусов. Натуральной оспы, коровьей оспы и в том числе и оспы обезьян. Еще зафиксирован страшный случай заболевания в России. Сейчас покажу. Как бороться еще неизвестно. Еще не создали ни вакцины, ничего. Но есть факт того, что это может быть новая пандемия. Будем надеяться, что это будет не так.